Пока кировчане массово указывают на ошибки официального текста памятной зоны, в России задумались, они слишком ли много контрольных проводят в школах. В сфере образования грядут важные изменения, а часть из них коснется числа контрольных работ. Инициативу сейчас активно обсуждает общественность. По итогам заседания Госсовета президент России Владимир Путин поручил Министерству образования и науки проанализировать объем учебной нагрузки и сократить количество контрольных и проверочных. Как к планируемой реформе относятся педагоги, школьники и их родители? В вопросе разбиралась Ольга Мартынова. Оля, ну неужели законом не определено количество контрольных работ в школах? Надя, конечно, в системе образования действуют определенные ГОСТы и правила, однако школы самостоятельно выбирают траекторию обучения, составляют планы и расписание. Еще очень важный момент, где именно учится ребенок? Лицей это или общеобразовательная школа? Там разные программы. Сегодня я встретилась с шестиклассницей. Девочка учится в обычной общеобразовательной школе и на особую загруженность не жалуется. Так-то все нормально, ничего загруженного нет. В математике как часто учительницы проводят контрольные? Ну тоже, наверное, раз в три недели там по билетам вытягиваем. В конце учебного года, да, их много. Ну откуда тогда возмущение по поводу большого количества контрольных? Большинство родителей сетуют именно на дополнительное контрольное, которое приходится писать школьникам при подготовке к всероссийским проверочным работам. Я не против ни проверочных, ни контрольных. Я сейчас по своему ребенку абсолютно не вижу, что у него какая-то там супер загруженность. Я считаю, что все в норме. И проверочные работы вообще после каждой темы для нас, например, это была норма. У них с ВПРами больше стресса, то есть их накручивают, что надо сдать ВПР. Идет конкретно натаскивание и заучивание, и это не проверка знаний. По данным Рособранадзора, контрольные работы в ряде школ занимают треть учебного времени. При этом само количество учебных часов за последние 30 лет сократилось до 30%, тогда как эти часы могли быть потрачены на закрепление материала и работу с отстающими учениками. В результате школьники не успевают эффективно осваивать материал, говорят представители ведомства. Так бывает всегда, когда контроль и надзор ставятся во главу угла. В сегодняшней нашей системе, к сожалению, собственное обучение и воспитание подчинено целям контроля и надзора. Неизбежно при этом суть обучения и воспитания в школе сводится к тому, чтобы показать удовлетворительные результаты по этому контролю и надзору. Тут уж не до учебных. Надь, вот и получается. Минобразование посылает проверочные работы, а чтобы учителю подготовить детей к ним, требуется проводить дополнительные контрольные работы. Всероссийские проверочные работы, они, во-первых, не учитывают индивидуальных особенностей обучающихся, и поэтому их детей приходится к ним готовить прямо уже с начальных классов. И сам формат заданий ВПР детям чаще всего непонятен, поэтому без отработки подобных типовых заданий просто здесь не обойтись. Ну да, то есть реформа напрашивается. Согласна, Надь, но тут важен грамотный подход. Ведь главное, чтобы изменения не повлияли на качество образования. Есть учащиеся, которые вообще безответственно относятся к обучению, а если не будет контрольных и проверочных, то у них совсем пропадет стимул получать знания, а это отразится на качестве образования. Оля, спасибо тебе большое за материал. Надеемся, что правильный подход к планированию учебной программы будет найден. Спасибо, но мы продолжаем.